Праздник к нам не только приходит, но и приезжает. Слиц пассажиров городских автобусов не сходят улыбки. Кондукторы, водитель одного из автобусов седьмого маршрута совмещают привычные обязанности с праздничными. Дед Мороз везет новорингойцев по делам, а верная его помощница Снегурочка вместе с билетом на проезд выдает пожелания на грядущий год. О том, как простая идея может разукрасить предновогодние будни яркими красками, узнавала Виктория Воронецкая. Каждая минута приближает всех к долгожданному празднику. Украшенная елка в холле городского предприятия автомобильного транспорта – привычная дань новогодней традиции. Впрочем, у работников МУПАТ есть еще один обычай, когда преображаются сотрудники и их рабочие места. Валентин Кишлалы и Ольга Афанасьева, водитель и кондуктор, с большой охотой примеряют на себя роли сказочных персонажей. Украсили автобус, решили сами сделать себе костюмы. Как люди реагируют на такого кондуктора? Очень бурно. Позитивные эмоции у всех. Дети особенно радуются. Приведите Снегурочки, Дед Мороз, естественно, за рулем. Очень хорошо так. Новость о новогоднем автобусе быстро разнеслась по всему городу. Горожане выкладывают в социальные сети фотографии из оригинально украшенного салона, обмениваются комментариями. Я тоже в этом автобусе ехала, песня еще играла. Вообще супер! Да, классный автобус! Водитель молодец! Еще и в новогодней шапочке катается. Так вот нужно. У меня тоже настроение поднялось, когда я вошла в такой автобус. Водитель и кондуктор молодцы! Респект им! Им нужно устроить конкурс среди автобусов. А так очень приятно. Каждый год людям дарят праздник. Молодцы! Конкурс на самый богато украшенный автобус уже несколько лет проводится на этом предприятии. Ольге Афанасьевой и Валентину Кишлалы так пришлась по душе этой идеям, что они решили работать в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Горожане в восторге от такой затеи. Очень приятно. Я за сегодняшний день уже второй раз на нем езжу. Очень приятно. Сразу новогоднее настроение. Все сверкает, горит. Особенно ребенку очень приятно. Он все разглядывает. Ему приятно. Даже вот рисунки. Говорит, я тоже так хочу нарисовать. Придем домой, будем рисовать с тобой. И спасибо тем, кто организовал такой автобус для нашего города. Заходишь в этот автобус и сразу поднимается настроение. Очень хорошо, что так сделали. Украсили так автобус. Мне очень понравилось. Особенно Снегурочка понравилась. Аж даже обидно, что у меня проездной билет, а я билет у нее не купил в Снегурочке. Экипировать автобус мишурой и мигающими гирляндами не так просто, как может показаться. Но любые трудности нипочем, когда речь идет о любимых пассажирах. Гирлянды мы почти полдня делали. У нас два водителя делали. Мой водитель и его напарник. Они очень долго грудили полдня. Прикручивали, чтобы все это горело. А потом уже мы где-то с неделю все остальное украшали. Валентин Кишлалы работает водителем пассажирского автобуса уже более восьми лет. По его словам, вести такой транспорт, который может сравниться разве что с повозкой Деда Мороза, дело не только ответственное, но и приятное. Сам им пришло такое идея украсить, чтобы горожанам настроение поднять, чтобы Новый год чувствовали, что подходит Новый год. Пассажиры вообще говорят, как в сказку попали. Вообще радуются. Пассажиры, в свою очередь, благодарят за такой радушный прием. В автобусе, который едет по седьмому маршруту, можно написать пожелание и оставить под елкой. Оно сбудется непременно. Такой оригинальный и богато украшенный новогодний автобус. Приятно сойти всем без сомнения новоаренгойцам. Здесь даже есть книга пожеланий. Одно из последних. Молодцы! Поднимается настроение с самого утра. Всем спасибо. Есть еще людям. Щедро на добром. С Новым годом! Виктория Воронецкая, Юрий Зенов. Служба новостей. Импульс.